Я считаю, что прежде всего инспекция по делам несовершеннолетних занялась с вами непрямыми обязанностями. Сейчас они, знаешь, как красиво называются? Криминальная милиция по детям. Да. Слышал, да? Да, я слышал, как она называется. Она для меня как была, инспекция по делам несовершеннолетних, так и осталась. Но просто занимались воспитанием. Не только воспитанием, но еще и контролем. А ювенальная юстиция слышал? Нет, не слышал я такого. Не слышал? Нет, нет. Когда у нормальных родителей отбирают детей. По заявлению ребенка, по сбору. Да, да, да. И еще важно очень участковые наши, чтобы они занимались опять же работой. Потому что они наши, знаешь, как китайские комсомольцы, ищут трудности и преодолевают их. Сами себе строят задачи. Когда проблемы, все наверху. Молодежь пьет на улицах, пожалуйста. Меньше, меньше уже пьет. Меньше, меньше пьет. Мы вот пошли встретить там в парк Петровского и не нашли ни одного малолетки. И ты можешь сказать, я не поверил. Мне очень понравилось, Юра, в Киеве акцию проводили бывшие наркоманы. В аптеках, которые продают Тромадол, знаешь, они прям оболончиками писали на аптеке. Роман Трохин. Да. На аптеке писали. Здесь торгуют наркотиками. Смертью. Здесь торгуют смертью, они писали. То же самое можно и у нас провести. На магазинах, понимаешь. Здесь торгуют алкоголь, детям продают. Смертью, смертью. Здесь торгуют смертью, они писали. Что еще? Да все, Юра, не знаю. Краски нет, ты знаешь, будет краска. Нет краски, я еще как бы... Я давно предлагал провести такую акцию по аптекам. Здесь торгуют смертью. Меня что-то все хотят убедить в том, что у нас смертью в аптеках не торгуют. По большому счету рейды, Юра. Рейды. Оштрафовав один раз магазин на 6800, Я думаю, другой магазин у нас не будет торговать этим. Будет контролировать. Все-таки будут следить за этим, чтобы не было торговать. Андрюша, ну и твое пожелание. Когда-то пять лет назад, когда мы с тобой только познакомились, когда для меня это еще была какую-то часть пиара, какой-то я еще так присматривался к тебе. Ну вообще к этой теме, к этой... Почему сегодня это стала для меня работа? Юра, я хочу пожелать твоей организации... Движение. У нас не организа, у нас движение. Да. Во-первых, это очень трудно. Из тезю ты выбрал очень трудно, и по сравнению с тем, чем ты занимался, это гораздо труднее, Юра. Во-первых, натхнение. Вот такое есть украинское слово. Да, есть такое хорошее слово. Спасибо. Да, натхнение хорошее. И успехов. Я не желаю удачи, потому что удача, это знаешь, когда сваливается на тебя, а успехи это заработанное. Вот чтобы побольше успехов у тебя было. Спасибо, Юра. Спасибо, дорогой. Спасибо. Поехали. Меня зовут Мельникова Елена. Я являюсь членом всеукраинской сети, являюсь директором общественного центра и руководителем направления ухода и поддержки. Лена, ну мы задаем один вопрос. Что нам делать, чтобы ликвидировать в Николаеве, ликвидировать, не бороться, а ликвидировать детское пьянство, детскую наркоманию. Ну, во-первых, это то, что я уже говорила, это ввести комендантский час, чтобы не ходили дети после 10-11 часов без присмотра родителей. Ты знаешь, мы думали, что это будет очень легко вести комендантский час, но мы столкнулись с большим противостоянием депутатов, и им всегда непонятно было. Вот расшифруют, как ты считаешь, что такое комендантский час? Комендантский час создается просто постановление.